Уже два года крики павлинов сводят с ума жителей домов, расположенных по соседству с птицефермой. Пение этих красивых величественных птиц сложно назвать щебетом. Это громкий и пронзительный крик. А ночью павлины кричат еще сильнее, пугая взрослых и детей. Вот у меня ребенок, допустим, когда не спит, он даже записал на магнитофон то, как у него именно в спальне, какие звуки раздаются среди позднего вечера, бывает ночью. Я записал специально, чтобы вы послушали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нормально в таких условиях жить, а тем более больной человек, ему нужен покой, он дома находится на домашнем обучении. Крик похож на, я не знаю, я в деревнях когда-то жил, как шакалы ночью кричат. Внучка, да, она ночью встаёт, а потом не может спать ложить. Нарушен сон маленьких детей. От криков они просыпаются по несколько раз за ночь. У меня двое детей. Младшие полтора года. А старшему четыре года и сейчас в садике находятся. Честно говоря, с этой проблемой столкнулись очень давно. Невозможно. Мы живём в частном доме. Днём я с коляской, ребёнок, дети не имели возможности просто даже днём поспать на улице. Ночью мы не имеем возможности в тёплое время года открыть форточку. Потому что у меня старший сын, мы обращались тоже в прошлом году к нервопатологу с проблемами сна. То есть о чём есть записи в карточке медицинской, плохое нарушение сна. Павлины не дают спать и ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Павловне Степановой. Её дом тоже расположен рядом с птицефермой. Я пожилой человек, тоже мне тяжело целыми днями слышать крики такие ужасные. Нервная система моя рассада. И вот целыми днями, ночами вот такая вот шум, гамма такой вот. Соседи меры не принимают и никто ничего не хочет помогать. Люди пишут жалобы в различные инстанции. Сперва мы обратились в Роспотребнадзор. Нашу жалобу пересылал Роспотребнадзор в ветеринарию. Ветеринария пришла и зафиксировала у соседки, живущей по адресу Азарова 50, 10 павлинов, 300 перепёлок, 5 уток и 6 кур. После Степановой обратились в департамент Ленинского района Севастополя. Им ответили, что их соседи, владельцы птицефермы, занимаются предпринимательской деятельностью на законном основании. Они зафиксировали крик павлинов и провели измерение шума. В заключение, он не превышает максимально допустимых значений. На нашу жалобу ответ был такой, что птицы содержатся в комфортных условиях, в открытых вольерах и принимают солнечные ванны. Чиновники посоветовали соседям обращаться с исковым заявлением в суд. Семья Степановых написала письмо в администрацию президента России, его полномочному представителю в Крыму. Жалобы были переадресованы в правительство Севастополя. Ответ ещё не пришёл. Не помогли Степановым ни в прокуратуре, ни в полиции, но дали совет. Да, они сказали, так намекнули, сделайтесь ворошиловскими стрелками, потому что помочь мы вам ничем не можем. Эх, дорогой, какой такой павлин, смавлин. Не видишь? Мы кушаем. Это Паша и Саша Белый. Это они не дают спать соседям. И будут кричать днём и ночью ещё два месяца. В это время самки павлинов несут яйца, говорит хозяйка птицефермы предприниматель Наталья Ковальчук. Она любезно впустила нас в дом, чтобы показать своё хозяйство. Говорит, скрывать ей нечего. И есть документы, дающие ей право содержать здесь целый зоопарк. Разведение сельскохозяйственной птицы. Павлины сельскохозяйственной птицы. Я же вам говорю, все документы у меня в порядке. Деятельность ботанических садов, зоопарков, заповедников, розничная торговля мясом, мясом птицы, включая субпродукты, розничная торговля яйцем, разведение сельскохозяйственной птицы. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включая других групп. Кроме того, согласно выданным документам, ей разрешено разводить диких животных. Зоопарк находится прямо в доме. Это серпентарий с удавами. Рядом в уголке живёт обезьянка Чита. Здесь же находится инкубатор. Это птенцы павлинов. Их быстро раскупают. Соседи говорят, с ужасом наблюдают, как под их окнами строятся новые вольеры. Сын семьи Степановых стоит на учёте у невропатолога. Он болен эпилепсией. Из-за бессонных ночей у ребёнка участились приступы. Сейчас его готовят к госпитализации. Из-за нарушения сна у невропатолога наблюдаются и соседские дети. Степановы готовят иск в суд. Уже обратились к уполномоченному по правам ребёнка. Ответ ждут.